Прошу включить в повестку дня проект решения о предоставлении ежемесячного пособия в размере 1000 лев ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории муниципиа Бельца. К сожалению, мы сегодня уже замечаем такую тенденцию, что с каждым годом их становится все меньше и меньше. Я прошу сегодня откинуть все политические окрасы, потому что если вы поедете к ним, то там буквально даже на памперсы людям не хватает денег. Это герои войны, которые отдавали свое здоровье, свои жизни за нашу свободу. Я вас полностью поддерживаю. Давайте только с юридической точки зрения. Я задам вам два вопроса. Вы зарегистрировали этот проект для того, чтобы этот проект прошел годом? Да, проект был зарегистрирован 22 марта. Объездили комиссию диспетчера. К сожалению, 22 марта прошло две недели. Этот проект решения не успел пройти консультивной комиссии, но мы можем сделать паузу и сделать консультивную комиссию. Я предлагаю, что можно включить повестку дня и повестку дня включается только тогда, когда есть обоснования. Господин советник, я слышал о вашей инициативе, так же, как и о ряде других. Я не знаю, кто что пытается политизировать. Я вам хочу сказать, что помимо тех денег, которые ежегодно выделяются на День Победы ветеранам Великой Отечественной войны, каждый год, и сейчас их осталось 9, а был период, когда их было 60, когда их было 50 и так далее. К сожалению, вы правильно отметили, цифра с каждым днем растет, тех, которые умирают, да? Значит, помимо официальных выплат, цифра, про которую вы говорите, это моё, я считаю это своим личным долгом. И эти деньги я даю из своего кармана. Не меньше 10 тысяч лив в год, про которые вы говорите. У меня есть отчёт, и когда тратили 500 тысяч лив в год, и когда тратили 300, так же получали не только ветераны Великой Отечественной войны, а были мероприятия, когда ветераны труда, мы их поздравляли. Я прошу, если вы хотите помочь, либо ваше политформирование, либо другое, либо как бельчанин, каждый имеет право им помогать. Это цифра, про которую вы говорите, чтобы их включить, значит, эта цифра им выделяется. Ещё раз говорю, помимо официальной, того, что выделяется им из резервного фонда, плюс по линии правительства периодически, то есть я это делаю либо приурочено к Яско-Кишинёвской операции, либо день освобождения Беллс. И вы также это можете делать, если вы считаете, что тех денег, которые я выделяю им, их недостаточно. У нас есть года, когда два раза в год, всё зависит от ситуации, но не меньше 10 тысяч лей в год на человека выделяется. Господин Александр, это очень здорово, это похвально при уменьшении какого-то сарказма, это прекрасно, что вы им помогаете, мы им тоже помогаем, но я действительно был у каждого ветерана, и поверьте мне, когда ассистент со слезами на глазах говорит, что ей некогда менять памперс ветерану, извините, это зазорно в нашем государстве сегодня. Это речь идёт о ежегодном, речь идёт о ежемесячном, когда люди смогут уже свои ресурсы немножко разграничивать. Вы предлагаете, чтобы я эту сумму разделял каждый месяц? Я не вам предлагаю, я предлагаю муниципальному совету, чтобы мы сделали ежемесячное выделение пособий. Ещё раз говорю, я выделяю, вы можете выделять дополнительно, понимаете? Вы можете выделять дополнительно от себя. Так а в чём проблема это сделать муниципального совета? Потому что я это делаю за свои. Мы тоже это делаем за свои. Что? Мы тоже как советники это делаем за свои. И что? Мы как советники это тоже делаем за свои средства, ну и что? Делайте, ребят, ещё раз, я не знаю, что вы делаете, я знаю, что я делаю. Любая помощь здесь приветствуется. Деньги, которые вы грите, даже больше, выделяются им каждый год. Я считаю это своим долгом. Если меня не будет в этом городе, постарею, умру, не смогу, тогда у вас появится эта возможность. Сегодня эту проблему я закрываю сам. Видимо, плохо закрывать, Ирина Киркевич. Послушайте, товарищ Жуков. Видимо, плохо закрывать. Я в отличие от вас трачу все свои деньги на благотворительность. И в отличие от вас, фуфлыжников и щенков, я выделил миллионы лев по всей стране. А то, что исполняете сейчас вы, я вам сейчас скажу, чем вы занимаетесь. Я извиняюсь, можно, пожалуйста, без оскорбления, на заседание Совета. Я сейчас вам скажу, чем вы занимаетесь. Представляю вам, товарищ Жуков, вы сюда тоже включены. Сводный план мероприятий партии социалистов в Бельгсах с 1 февраля по 1 июня. Здесь есть и про Александра Первого, и про твои лайвы с Нестеровским еженедельные. Также я вам хочу зачитать на все Бельгсы. Прямое отношение. Прямое отношение. Зачитать вам пункт... Дом нограмма. Ну мы провокат. Зачитать вам номер... Послушайте, это касается вас, беспредельщиков, и вас, беспредельщиков, будет знать вся страна. Вот и все. Потому что это касается нашего города, и касается меня лично. Значит, пункт номер 52. Из плана социалистов с 1 июня до 1 июня. Некультурное освещение бельских событий. Новости про Рината высосаны из пальцев. Грязные новости про окружение. Постоянное напоминание о том, что из-за Рината отменили русский язык, а румынка Санду стала президентом. Баннеры, традиторы и так далее. И тут выступление Жукова двои тоже есть. Поэтому не прекратите вот этот... Не прекратите... Да вы не ветеранами. Вы просто козлы. Понимаешь? Вот и все. Чтобы я не сказал по-другому. А за вот эти все ваши творчества... Послушайте, товарищ Граммар. Я говорю, потом вы можете высказаться. А я говорю еще раз на всю страну, что за этими бумагами вы все будете сниматься в фильме «Эммануэль». Понятно? А теперь можно поповестить. Особенно те, которые там указаны. Можно поповестить. Я еще раз повторю, conform с правительством, в случае в который консилиер-оу не оформляется в фильме, я, в качестве президента сединции, в качестве предпринимателя, я в правительство поднимаю вас уже в салу. Теперь, госпожа Грязко, как раз вы мне дали с правой и я выступал. Теперь вы выступаете. Господин премар меня перевел и продолжил говорить о какой-то бумаге, которую я лично не в курсе. Так вот, у меня вопрос в другом. Ренат Георгиевич, ни в коем случае не принижаю ваши заслуги. Отличная инициатива. Ну, позвольте высказаться, но... Отличная инициатива. Вы помогали ветеранам, ничего против не имею. Я также состоял, ну, уже состоял, до сих пор состою в молодом крыле партии социалистов и также 10 лет посещал всех наших ветеранов. Это наш долг, как молодого поколения укаживать за ветеранами. Сколько денег вы выделили за эти годы? Вот у меня есть цифры. Примарно, дайте договорить. Миллионы лей, которые выделили. Примарно же можно перебивать советника. Говорите. Так вот, отличная инициатива. Хорошо, что вы выделяете деньги. Мы тоже, как можем, так поддерживаем. Покажите, что вы делаете. Ну, ходим по ветеранам, так же ухаживаем, так же помогаем. Опять ходим, ухаживаем. Слушай, конкретно назовите. Сколько денег вы каждый год выделяете в Бельцах? Вот я покажу. И в Бельцах, и по всей стране. Не знаю, обратитесь к руководству противному, спросите, сколько. Не я отвечаю за это. Это когда какой-то щенок мне говорит, плохо помогаете, который кроме того, что сидеть, подсасывать унистировку, ничего не знает, вы мне сейчас будете... Ренат Георгиевич, ну прекращайте оскорбления и все, что вы проскочите. Если будете материться, вылетите отсюда, господин Жуков. Вылетите отсюда, еще раз говорю, будете материться в заседании совета. Если позволите, дальше по повестке дня. Мы предлагаем вставить вопрос о помощи ветеранов. Супер, Ренат Георгиевич есть сегодня, то, о чем он говорил. Почему мы, как муниципальные советники, не можем выделить средства из муниципального совета? От себя выделяйте? От себя выделим. Выделяете? И выделяли, и будем выделять. Давайте выделим от нас, как от муниципальных советников. Это не такая уж и большая сумма. По сути, еще раз говорю, этот вопрос я им занимаюсь лично и я закрываю финансовый этот вопрос. Домный Примар, дако-м пермите, стимація консилиери, луаць, ва рот, микрофону, де ла домну Грама, Акум, в конформитате, ку-легислація, в вигуаре. Деще, фэрэ, нимик, фэрэ, декларації политике, и не ма интереса, кареши, де ла че партид ест, в конформитате, ку-легислація, вигуаре. В луна априле, ва авиа лог, шеденца естраординар, а консилии муниципал Белц. Вн ацет сенс, стимація фрактіуне, а партидулы социалистилор. Дако, тот аша, ва батиць капу, шавец грижа де ветерани, ва рог, фрумос, са урмаць процедура легала. Авам репрезентант у канцеларии дистат, каре о са ва зико, кае ест елегал, дако, мы, астази, инклудем ацет субъект, пи ордине дизи. Ва фак примитире ла норма легала. Артиколу 22, алиниатул 1. Документаѣе-ва, авеѣ јриѣі, документаѣе-ва, пригатиѣѣ пројектулы, регистраѣеѣе ла примарији, љѣо за 2016, ћ на ъаприле, Ѣѣе Vadеннја цixoѣиѣе, винѣаніѣѣе ла л״дёџ. Документаѣуваѣе, пи admYY-тіhoo ънтђ, Ѣнслѣе чинуѣіillја адактр. Мы получаем адресирование для Консилия Райональ Фэлешти. Мы субституем с пунктами 57. Чине есть «пентру»? Чине есть «пентру»? «Потру»? «Абтинут»? Урмотворение вопросов. Пунктами 59 «показать эксклюзия»? Чине есть «пентру»? «Абтинут»? «Потру»? «Дома Пишни!» «Мултумеск!» «Думыневостры, sunтеţи în ţару демократик, dar, dar, declarаţии политики, în cазul, şi nu faceţи specуляţii şi... Încă o dată, noi trecem la ordine indizis. Şi dacă nu aţi uitat, Comisia pentru situаţii excepţionali în ţарă a aprobat o anumită decizie. Şi noi trebuie să lucrăm conform aceste decizie şi nu discutăm chestii politice. Luaţi loc, dacă vreţi să lucraţi, dacă nu, nu părăsiţi sala, nu vă ţine nimeni. Următoare chestiune se completează ordinea de zi. A voi, ca sidoi человек, pe care ne precrăti эти prostituţii plany, писai, вам не стыдно на стара силе участоват эти prostituţii plany. Я надеясь şi... Domnuleвострă nu sunteţi... Domnul Prești Săcardiu, nu sunteţi în calitatea respectivă ca să îmi spuneţi «Umii şi te iei pâl». Discutaţi dumneavoastră în situaţiile dumneavoastră şi eu îmi voi face concluzie şi discută în situaţi... Nu gesticulaţi, nu gesticulaţi, vă rog frumos. Se completează ordinea de zi cu privire la demisia domnului Alexandru Tugui. Cine este pentru? Împotriva. Abţinut. Domnul Grama, în care nu îmi voi să ne ițbedi să faci și să țiadoși în următorii cu privire la demisia Domnului Stepan Muntian. Frecă Cine este pentru înclu carefully în ordine de zi. Împotriva. Abţinut. Totul timmul глаза на те подлости, которые вы творите, вас беспокоят, тогда, пожалуйста, уходите. А кто эти ребята, которые это должны делать? А кто эти ребята? Как их назвать? Это фраза из плана грязного перерыва. Прочитайте, это слова из вашего плана. Я сделаю все, я сделаю все, я сделаю все и в Бельцах, и во всей стране, чтобы курканы находились там, где им положено, и за пределы, за граду не выходили. Вот и все. Методы управления по-усатовски публичных извинений и возмещения морального ущерба потребуют бельские муниципальные советники-социалисты от Рината Усатова. Градоначальник на заседании муниципалитета, состоявшегося накануне, обрушился с отборной бранью на народных избранников от ПСРМ в ответ на их предложение о предоставлении пожизненной материальной помощи бельским ветеранам Великой Отечественной. Фракция социалистов в знак протеста покинула зал заседаний. Представители партии социалистов хотели дополнить повестку дня заседания Бельского мунсовета пунктами, которые касаются культурно-исторического наследия города и предоставления помощи ветеранам войны. В частности, советники от ПСРМ предложили рассмотреть вопросы о выделении земли под строительство за счет спонсорской помощи двух памятников. Еще одна инициатива касалась предоставления ветеранам Великой Отечественной войны пожизненного ежемесячного пособия в размере тысячу леев. Однако полностью озвучить свои инициативы социалисты не смогли. Примар муниципия Рената Усатый в ответ на предложение поддержать пожилых людей разразился нецензурной бранью. Да вы не ветераны, вы просто козлы, понимаешь? Вот и все. Чтоб я не сказал по-другому. На этом Усатый не ограничился. Описывая свою благотворительность, в выражениях городоначальник не стеснялся. Трачу все свои деньги на благотворительность. И в отличие от вас, фуфлэжников и щенков, я выделил миллионы лев по всей стране. Дальше больше. В дискуссии с муниципальным советником-социалистом Вячеславом Жуковым лексика Бельского мэра и вовсе вышла за грань нормативной. Не знаю, обратитесь к руководству. Не знаю, не потому что вы этого не делаете. Когда какой-то щенок мне говорит, плохо помогайте, который кроме того, что сидит, ничего не знает. Когда мы попросили о включении этих вопросов в повестку дня, мы не дошли даже до двух других вопросов. Сразу нам зарубили предложение о помощи ветеранам. И после этого уже началось то, что все мы видели. То есть, как один из чиновников демонстрирует свой великолепный вокабуляр, который состоит лишь из оскорблений. То есть, конструктивная диалога после этого, к сожалению, не получилась. В знак протеста против безобразного поведения Усатого фракция социалистов приняла решение покинуть заседание муниципального совета. Фракция социалистов покидает сегодняшнее заседание ввиду введенного диктата на этом заседании. Такое поведение бельского городоначальника социалисты считают возмутительным. В связи с этим народные избранники обратились в суд. Мы будем требовать публичных извинений. Также мы будем требовать возмещения моральной компенсации, морального ущерба в размере 108 тысяч. А эти 108 тысяч мы, как и говорили ранее, потратим на ветеранов. То есть, не хотели они законно проводить через муниципальный совет и не умеют они контролировать свой разговор и конструктивно вести диалог. Будет по-другому. Через суд они их обяжут выплатить нам компенсацию, а эти деньги будут переданы ветеранам. После того, как фракция социалистов покинула зал заседаний, советники, отправящие в бельцах нашей партии и других политформирований, с космической скоростью начали голосовать за вопросы, касающиеся продажи и аренды городских земель, приватизации, раздела муниципальной казны и резервного фонда. Всего за полчаса было проголосовано около 70 вопросов.